Год был нелегкий, прямо скажем, нелегкий год был, и то, что впереди будет, у всех разные прогнозы, от самых тяжелых до оптимистичных, как у Гейтса, например. Так вот, что я хочу сказать, великие, большие лидеры, Авраам Линкольн, Рузвельт, Черчилль, они реагировали, конечно, на угрозы времени, но они все время заглядывали за горизонт, каким бы он ни был, за горизонт заглядывали, и заводили всех своим видением. Так вот, правила у них были такие. Уделяйте время осмыслению будущего. Это раз. Разрабатывайте стратегию движения из воображаемого будущего, обратно, сюда, в сегодня, оттуда, в сегодня. И приготовьтесь учиться, не бойтесь менять курс. И так сплачивайте команду. Ни один сегодняшний лидер не может претворить в жизнь свою программу, эгоистическую, личную, как могли эти лидеры, о которых ты говоришь. Сегодняшний курс, он идет на все человечество одновременно. А, они были национальные лидеры? Они национальные лидеры, им было проще. А, вы говорите, что сегодняшний лидер должен смотреть на все человечество? Иначе он не сможет вообще понять, куда это все идет. Где вы такого найдете? Вы что? Да, я не говорю о том, что я ищу такого. Я и не ищу. Каждый как бы свою, свою... Вот поэтому никто из них не в состоянии ничего сделать. То есть, если мы говорим, уделяйте время осмыслению будущего, мы говорим о будущем всего мира. Да, потому что мы вошли в такую систему, которая уже интегральна. То есть, лидер такого мирового мышления, это может быть только, по большому счету, ну, мудрец, я знаю, только. Да. Который рассматривает мир как единый орган, единый организм. Это человек, который заранее как бы создан природой в интегральном мышлении. То есть, вот, допустим, вы, да? Ну, вот вы. Например, мышление такое, ну, я вас знаю. У вас мышление такое, ну, вот, мир, единая система, мы находимся в этой системе. Иначе же ты не можешь понять вообще, что происходит. А как вы шагаете обратно? Как вы от этого представления будущего, как вы приходите в сегодня? Что вы говорите сегодня? Что? Что надо делать? Я пытаюсь рассмотреть сегодня, зная, что мир идет к интегральной взаимосвязи. Хорошими, плохими путями, какие бы ни были, но в следующее состояние мира, неважно, через сколько остановок и какие они будут, но состояние следующего мира – это интегральное человечество. Так, да. Взаимосвязанное, осознанно понимающее, что оно должно быть вместе. Если таким образом мы будем воспринимать картину мира, то, естественно, мы будем представлять, как хорошо было бы нам к этому именно двигаться. Вот сейчас. А для этого нам нужна система образования, система воспитания, система распространения. В общем, много-много таких подсистем. Поэтому вы сейчас говорите о самом главном – воспитании. Да. Именно воспитании, видя это будущее, да? Да, да. От этого зависит все. Ну, если ближе к этому как-то подойдем, то нам будет хорошо. Если нет, то природа нас будет дожимать.